с вами шимки сегодня мы продолжим проходить и ру по названию волон это первая серия которая записывает за сегодня хотя уже по 11 часов уже 12 сейчас почти но плевать на самом лист о том что мы взорвали к чертям орудия и теперь мы какими на островке которым мы не можем выбраться нам нужно поговорить по ходу с диманчей цели сдаю как-то или как-то так музыка рёда но хотя я музыку настроил более-менее чтобы было меня на больше лучше слышно потому что поэтому должно быть все хорошо шимики у меня есть воспоминания и о тебе думаю мы имеем что-то общее что потешил себе сделать ой я чуть не забыл вот возьми это важно вы получили терминал управления система выгляжа невероятно это предмет позволит тебе путешествовать сквозь века с его помощью ты можешь активировать манжелиты использую чтобы зайти все фрагменты эти все фрагменты я открою вам пути 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 путь шимики ты хочешь узнать про часик ключа манжи информация как он так по каком фрагменте тебе интересует ого огня тоже встречал пиратов и хлопа находит адам в судне я не хочу слышать сегодня не чтобы найти эти фрагменты тебе нужно путешествовать во времени используя так контроллер на манжелите хотела бы я пойти с вами но я должна приходи ко мне если хочешь узнать больше про фрагменты я не хочу узнавать потому что мы лучше сами поищем до поднимай меня скотти мы лучше сами поищем и найдешь все что необходимо а теперь здесь будет портал так а теперь у меня вопросе короче карты мы не будем с вами искать забываем о картах мы ищем фрагменты и потому что найти нашего друга с того времени сколько у меня дамаги 50 ни хрена себе так вы слушаете у нас единственный маджелит которым я знаю один единственный вру так давайте думать хотеть хотя 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 у меня есть фрагменте команда маджелит есть здесь давайте мы отправимся сюда путёс научился отправляемся и на утёсе я использую магию точно цари забыл они используем магию я хотел использовать для того чтобы телепортироваться в прошлое посмотреть что здесь но мне походу нужен наш гигант для разбирательства с этим местом ладно бабуля надо улучшение для нашей девчоли и нужно точно будет броню сделать у нас 5 их и хрена себе о замечательно ты раздобыл немного маны тогда кто будет пробужден верят мне кажется либо заряд простыми либо будет больше радиус вы ли вы достиг на второго уровня вы можете концентрировать дольше чтобы селиться так все бабулька спасибо мы забудем теперь еще обвернуть все равно в это время я в другие времена тоже к ней приду посмотрю как она выглядит других пикселях у нас же 4 до времени нет три времени подожди я могу сейчас самоиспользовать система что система выглядит невероятно технологичной продвинутой это если что а дэнди даже отношение всего этого снаряжение становится нелепым это как раз и корабле которым я говорил так ну монолит единственный который у нас остался это через ай-яй-яй-яй хотя дату плотка так хочу сейчас мы поедем с вами на лодке мы заберем нашего другом а я уже могу кататься они мне нужно все-таки летающий аппарат в этом времени еще не катался на лодке точно детка на острове был в этом время что за ерунду ты несешь да ладно просто теория с равной вероятностью мы можем попасть мою эпоху или так подожди это было это было и сейчас как раз когда он не материализовался да они пропали почему я не смогу уйти вместе с ними и что мне теперь делать меня нас мы за тобой пришли дружище дружище меня нас мы с тобой пришли так подожди запись идет запись идет хорошо минус я думаю ты не то не испугался минус как я рада снова тебя видеть дискриминатор мисс финна я подумал что вы исчезли навсегда это означает что маджолит не выполнил свое назначение вообще-то он выполнил он сработал как надо но это длинная история с чего бы мне начать я с трудом могу в это поверить мой сын на террорист а орудие но мне не стоит так волноваться в этом времени рена уже не ребенок поэтому он определенно должен был сбежать до взрыва возможно я его еще увижу я тоже была весьма удивлена тем что они появились из них как ниоткуда и когда они мне все рассказали мне было сложно в это поверить кто может поверить в то что кто-то пришел из будущего я не буду так и сейчас ножки подведу я не не убедилась в том но я убедилась в этом пока не поговорила с церис церис может ли мы ее можем ли мы ей верить она спасла нас от взрыва орудия и рассказала нам как собрать осколки ключа маджа мне хорошо это известно мисс финна и я и глубоко признателен если бы она я бы никого больше не увидел вас двоих но мой отец всегда говорил что все имеет свою цену по какой причине она пришла к вам на помощь это меня волнует больше всего в любом случае в ее знаниях о матче не может быть сомнений и редкие описания ключа маджи которые мне попались подтверждают ее объяснение это ничего не изменит для моего сына наоборот если мы удалим орудий из временной реальности рейда никогда не захочет его запустить значит так значительный кусок историй будет переписан честно говоря сама мысль об этом и не пугает откуда нам знать что не будет нежелательных последствий но я не собираюсь просто сидеть и ничего не делать независимо от того что ты делаешь в жизни всегда есть какой-то риск да и хуже быть не может мисс финна и я с вами солдарен независимо от того что мы изменим ситуацию для меня станет только лучше а точнее для нас но возможно не для других я думаю стоит попробовать я действительно не дичь что мы поступаем правильно шимки быстрее цель ждет давай отнесем ей часть ключа маджи я рад возможности снова заказать тебе помощь дискриминатор меня на степер вашей команде на степер у нас три переключаемых персонажа и давайте я как раз попробую заряженную атаку допроса больше радиус а то есть мы сами не выбираем да в какой нам путешествовать во времени давайте посмотрим на сколько у нас их всего пускай 3d это будет первое это 2 это 3 когда же пираты были всего три реальности хорошо тогда что мы с вами сейчас делаем я сажусь на лодку и плыву к пиратам папа для чего то он забирается хорошо возвращаем нам он пригодится для того чтобы после того как мы притлывем забраться наверх и поменять временной промежуток на самую первую версию когда еще было все в древности ой сложно да не были летающий аппарат вот тут которую на котором и летали но если верить картинке дом скорее всего будет вот 3 4 не знаю что это короче понимаем нет тут не рады зато могу сюда пришли могу серьезно странно ну ладно не мне отсудить тогда мы плывем назначенное место и будем ждать когда у нас появится летающий аппарат а чё делаю нам нужен мажорит нам нужен мажорит мы бежим оставим первый временной пояс и следу местность потому что мы еще и здесь не были самым первым но по идее еще пиратов не было до этих роджера всяких камни не вражеские еще один мажорит а стоит они мажорит если я срубаю здесь деревья интересно срубается ли они в прошлом или в будущем а хорошо здесь пойдем еще запомнил о да тут есть пираты тут есть пират по ходу это как раз а их тут много ура круто быть пиратом чертовски круто каждый день благодарю моря за то что последовал за мистером робертсоном но потом он стал каким-то мягкотельным салаги что ли осторожнее иначе я в порыве ярости покинут эту команду мистер робертс я полагаю воплотим но вы не похожи на юную так юные души жаждущие приключений вы скорее сами уже живете собственными эпическими приключениями вы наслаждаетесь ими жизнь полна испытанием для тех кто их ищет некоторые приключения могут быть довольно болезненные это я понимаю за многие годы я понял дорога может быть полна опасности но приключение на не стоит полученных страданий кстати об этом вы не хотите помочь в моем следующем приключении да вы понимаете так вы понимаете вышло так как же это сказать это для меня так ну ладно я влюбился такое бывает и кто счастливится она она замечательная она удивительная она сильная но такая женственная как может такая женщина любить такого как я ну если взглянуть на статистику я очень хорошо разбираюсь в любви но может стоит отправиться письмо мой отец всегда так делал перед тем как начинать серьезные переговоры письмо ну конечно это великолепная идея одну секунду пожалуйста держите а вы получили любовное письмо то есть что взяла на аборт на абордаж мое сердце спасибо если она примет мою любовь тогда это решено я уйду вставку и вы получите мои самые ценные сокровища даже не пытайтесь найти мой тайник это место хорошо спрятано только я знаю где так его положение я с нетерпением буду ждать ответа на мое письмо вы с легкостью ее узнаете она самая ошеломительная незабываемая женщина на всем континенте а почему все так сложно это такая милая история ты согласен шамикин переговоры похоже проходят успешно если обе стороны согласятся на условия это приведет к взаимовыгодному соглашению а я сейчас стою и понимаю кто может быть ею это помните эта девчуля которая стояла на острове эту изуродованной типа того которая принцесса выпускала я думаю что там и есть этот принц если да ребят то он ой стойте давайте сразу письмо то есть что взяла на абордаж мое сердце и похитила мой сон выбор слов весьма отличительный так ладненько мы тогда садимся да и поплыли куда сейчас вообще можно поплыть о да все-таки видеть то что есть но тут нельзя сесть херово ладно она а это место они сюда можно заплыть тут видите нигде пришли что блин это тоже на короче сдач аппарат а сюда и там есть остров но туда не попасть классно просто в нас минут мы делаем ничего но я знаю как принципе назвать эту серию меня смешнулся или что типа того а а ни хрена ни хрена тут континент нет ни хрена тут еще территорий сколько на стиле это игровое место тут еще большой участок затоплен а давайте короче мы на этот остров приплывем изучим его а в принципе мы только можем заходить туда что видим сельфийский лес поехали так мы вернулись в настоящее не может быть мы не активировали матч лид я ничего не трогал некоторые утверждают что сельфийский лес расположен вне рамок времени наверное они имели в виду это это действительно странное место ты согласен шамики и да я согласен то что теперь мы хера знаем где в каком времени о это шани да добро пожаловать в сельфийский лес все временные потоки сходятся здесь чтобы сформировать бесконечность сейчас это прекрасный дар природы благодаря которому мы можем поговорить а проводить вечную жизнь в одно мгновение снова и снова без конца а ты что думаешь окей пока что мы просто тебя тоже привела сюда судьба как и всех остальных героев ищущие мудрости оракула полагаем бросить вызов ну блин я в карточной бои я сказал что я уже играть не буду а это ты разве ты еще не был здесь или ты еще не здесь время не имеет значения в этом месте преснее Ооооооо отсылочку из аниме иногда приходится ждать годы чтобы им раскрыли судьбу фанаты должны быть с нетерпением ждут их возвращения так я вижу марио я вижу из этого как он называется стритфайтера я вижу зельду об обер мэна вижу и final fantasy отпусти и забудь что прошло уже не вернуть черт никак не могу выкинуть эту песню из головы где мои бомбы уверен что они только что были здесь если встретишь болтливую фею убегай в другую сторону в этот раз я точно сокрушу это заночьего блондина я очень надеюсь что ее не похитят снова и чем-то отличаешься от остальных героев раз уж на то пошло ты вообще герой добро пожаловать героя этого мира я не герой я просто желаю чтобы мой сын я знаю минус потоки времени ничего не скрывает от сельфов все события происходят сейчас новое бесконечно но это значит что все уже решено все что мы делали бессмысленно и бесполезно совсем не наоборот финна принятое решение формирует вашу судьбу и наоборот судьба формирует ваше решение лишь немногие обладают абсолютной свободой способствует менять все вы говорите про шимки верно нашими ки один из немногих его прошлое настоящее будущее решает решение могут изменить все или ничего это значит что он может спасти моих родителей деревню а я смогу помочь сыну пока не стало слишком поздно да возможно и не только это но сначала вам придется собрать пять фрагментов ключа маджи разве не поэтому вы здесь у меня к вам вопрос оракул спрашивали вид разве не рискованно использовать ключ маджи он вполне способен разрушить больше чем мы можем спасти само влияние подобного события на время и пространство я не могу ответить на такой вопрос верю этот вопрос придет лишь решите вам людям для сельфы в прошлое и настоящее не имеет значения как причина и следствие здесь нет вчера или завтра есть лишь вечное настоящее при этом мы здесь и не здесь одновременно вы хотите сказать что то что мы видим как до и после для вас это вечность самом в самую точку минус именно поэтому мы не можем назвать с собой события хорошими или плохими это просто часть одного целого так зачем кому-то пытаться найти между ними разницу не уверена что понимаю все но я согласна с тем что не все всегда белое или черное взять рена к примеру он хотел убить кучу людей и в некотором роде преуспел потому что без него мы бы не добрались до орудия но если бы я была на его месте и империя убила мою семью не поступила бы я так же я конечно пыталась задумать что нет но и в этом я тоже не уверена полагаю времен временами мы можем оценить свои действия лишь полное действие последствия арку вы можете дать нам фрагмент ключа матча если бы он находился у меня то я с радостью подала бы его вам но маджи доверили его хранителю нашей священной рощи долго хранитель ухаживал за священной рощей но его сила ослабла в итоге он был захвачен злыми духами леса садистами не думаю что он услышит вас в текущее состояние не забывайте что различные эры сливаются в священной рощи поэтому старайтесь далеко не забег запретать неужели ничего нельзя ничем нельзя помочь хранителю может мы сможем избавить от этих садистов это будет непросто но возможно имея слезу сельфийки слеза сельфийки подобная вещи вообще не существует так как мы сельфы не имеем ни прошлого не будущего у нас грусти нет к сожалению и этому нет причин проливать слезы и тем не менее я точно чувствую что вы найдете слезу сельфийки как это возможно подойдите к фенлея возле входа в рощу она точно поможет вам очередное испытание шинки звучит опасно а мы сможем открыть какие-нибудь руины моджа не всегда нравились прогулки по лесу а я сейчас твой финальный выбор приближается ошибки а дело в том что мы по-любому с ней поговорим и ты хочешь войти в священную рощу боюсь это невозможно для простых людей подожди-ка вот и ты не совсем человек кто я что ты хочешь сказать я с трудом могу в этом поверить но я вижу в тебе кровь сельфов значит ты обладаешь определенной силами тебя не интересовал откуда они у тебя я сельфейка нет ты сам ты сама не сельфейка но она была в твоей семье кто-то в моей семье да и чтобы войти в священную рощу тебе придется найти ее это невозможно моя семья вся моя деревня думаю где-то должна быть член семьи этой девушки вы должны найти эту сельфейку и взять у нее слезу чтобы войти в священную рощу я понял да ребята как-то у нас значит раскрываться понятие того кто она и думала она обычный человек на самом деле ну что полетели отсюда тогда у нас больше прохода тут нигде нет поэтому мы садимся на наш катер и устремляемся прямо но хотя а что здесь было так это часть как раз в город который вам нужно блин что-то такое огромное похоже на рыбу какую-то да ладно это и есть рыбу прикиньте интересно а подождите точно тоже был кусок ни хера тут карта хотя если так посмотреть с нашей точки зрения она не такая же большая я даже не знаю как поступить давайте изучим сначала местный город отправится план поплыли в город наш родной там разберемся и потом если что приплывем обратно мы исследуем карту во всех временных границах вы запомнили это я думаю да мне кажется мне такого некоторых будут так полазить поляна а это же временной промежуток и домой это еще до а у точно забыл но тогда поехали в столицу демонии если так можно назвать либо можно с этой часть с этой стороны посмотреть тут же еще при этом все еще живы да подожди я могу уж просто пройти по факту сразу ищем наживу музыка грустно это что все разрушено подожди это уже произошло до получается то что мы видим что вообще ничего не осталось открылись и демония почему вот этот лук я не понимаю и того цвета как и остальная земля чем это связано монолит здесь по идее должен быть цельный монолит так ведь классно он тоже сломал а ну да колдун уже его сломал и мы отправились же в путешествие так сказать а а тут ты изначально был получать сломан я тут активно подожди как еще сломать в лесу должен быть еще цельный но я не уверен мальский мост так могу я с открыть сразу тебя все отлично это мы сделали для того чтобы я в другом пременном промежутке не мучился с этой херней так давайте тогда сделаем таким образом стойте сейчас же а я лодку нужно за лодкой слить а я лодка посрать ну давайте тогда мы с вами здесь сейчас пройдем зайдем посмотрим как здесь выглядит все это ну вот мы здесь были да в этом временном промежутке или нет это когда я руду да нашел в первый раз я не знаю как ты с такой легкостью нашел ладно я понял давайте тогда мы с вами на этом закончим в следующей серии мы продолжим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока пока пока